Здравствуйте, мои дорогие подписчики, а также зрители канала Life2. Меня зовут Надежда и сегодня я с новым общим раскладом для вас. Как вы видите, этот расклад на два варианта я буду чередовать, потому что подписчики разделились буквально на два лагеря. Правда, лагерь, который за два варианта, несколько больше число. Перевес несколько больше тех, кто за больше колеса вариантов. Четыре, как я обычно делаю, этих подписчиков меньше, но тем не менее я не могу игнорировать, все же число тоже немалое. Поэтому буду чередовать на четыре варианта и на два варианта. Позже в сообществе еще кое-какой опрос сделаю, хочу вашего мнения услышать. На сегодня два варианта и расклад будет звучать, что будет дальше в наших отношениях. Срок возьму максимально полгода, потому что не рекомендую, во-первых, загадывать долгий срок. Есть особо впечатлительные, которые расстраиваются, которые переживают, я этого не хочу и, соответственно, срок будет не более полугода. Кому интересно, вы можете загадать на месяц и на три месяца. Все на ваш вкус, но долгий срок загадывать не рекомендую, не советую. Также здесь расклад открывается для тех, кто в отношениях, либо уже в сложившихся, либо в отношениях, когда вы, например, повздорили, но сохраняется какое-то вяло текущее общение, либо вы находитесь в паузе, но понимаете, что это далеко не конец, продолжение будет. Именно для вот этих ситуаций подойдет расклад. Расклад не подойдет для тех, кто расстался, тем более кто расстался уже долгий период, год, полтора и более. Поэтому имейте в виду. Не все, конечно, слушают начало, потом в комментариях все равно начинаются какие-то претензии, но мое дело предупредить. Я не отвечаю за тех, кто не слушает начало видео. Тем, кто слушает, большая благодарность, кто уважает меня и понимает, что в предисловии я не болтаю просто так, да, не рассказываю истории своей жизни. Вот я рассказываю то, что нужно именно вам. Также благодарю тех подписчиков, кто делает для меня тайм-коды. Огромное-огромное вам спасибо. И, как говорят, плюс вам в карму. Все вернется вдвойне. Итак, два варианта. Светлая карта сегодня с освещением не очень. Такая бирюзовая, бирюзовое поле, темное поле. Как вы выбираете, те, кто уже знаком с раскладами на две позиции, вы знаете, да, как выбирать. Моложе, старший партнер, светлые глаза, темные глаза, да, близко, далеко находятся от вас. Здесь вы выбираете самостоятельно. Все, я закончила болтать. Начинаю с первой позиции. Отодвину ее сюда, в непривычный угол. Надеюсь, вы разберетесь, не запутаетесь. Итак, буду рассказывать то, что я вижу на данный момент в истории. А вы для себя делаете четкий вывод. Резонирует, не резонирует. Если ситуация резонирует, значит, смотрите до конца. То есть это ваш вариант и с большой процентной вероятностью отыграется примерно так, как сказано. Могут быть, конечно, нюансы и погрешности. Все-таки это общий расклад. Но, тем не менее, по отзывам вижу, что отыгрываются. И прогностические расклады, помиримся, не помиримся, тоже отыгрываются. Меня это радует. И я благодарна тем подписчикам, которые, на самом деле, притянулись не случайно, что между нами хороший резонанс. И я могу помочь вам в прояснении тех или иных ситуаций. Смотреть буду на универсальном ключе. Итак, позиция номер один. Ваши отношения сейчас, на данный момент. Здесь не могу сказать, что вы прям в очень тесных отношениях. Что между вами все хорошо, все ярко и безоблачно. Но здесь какое-никакое общение, но поддерживается. Оно может быть холодное. Оно может быть просто дружеское. Оно может быть буквально обмен поздравлениями, информацией какой-то. Здесь люди могут, допустим, расстаться как пара. Но, например, могут сохранять какие-то деловые отношения. Здесь отыграется хорошо у тех, кто вместе когда-то работал, сотрудничал. И поводом для общения является передача информации, обсуждение каких-то вопросов, которые связывают, которые интересны. Но даже если вы не связаны работой, здесь в любом случае так или иначе, что общение какое-то между вами поддерживается. Но общение отстраненное. Общение может так, что мы сегодня попереписывались, пообщались, потом на неделю замолчали. Потом снова один или второй делает какой-то шаг, второй отвечает, и потом снова молчание. Здесь такое, да, несерьезное. Есть такой вот позитивный момент. То есть руга не такой, чтобы вы общались абы как и постоянно обменивались какими-то оскорблениями, какими-то неприятными мнениями по отношению друг к другу. Нет, здесь я такого не вижу. Да, есть общение, но оно такое. Никакое, ни о чем. Пока ясности никакой нет. Ну и, да, и, соответственно, здесь я четко понимаю, что вы хотели бы разобраться, что же будет дальше между вами. Смотрим, смотрим дальше. Ну, конечно, здесь мужчина. Мужчина готов продолжать отношения. Ему все это интересно, да. У мужчины здесь есть обстоятельства, которые в данный момент не позволяют полноценно с вами общаться. Здесь могут быть абсолютно разные препятствия, да. Там мужчина находится, там, не знаю, на вахте где-то, там, или мужчина уехал в командировку, или мужчина несвободный. Здесь и то, и то, и то может являться препятствием. Хотя, хотя, если смотреть восьмерку мечей и тройку кубков для тех, кто изучает карты, классическое сочетание здесь любовный треугольник, при котором невозможно, невозможно основные отношения оставить, а отношения параллельные хочет продолжать. Но вот именно в формате любовного треугольника, да. Невозможно сделать выбор в одну и в другую сторону. И та сторона, и другая сторона дорога, да, дорога и важна. И здесь выбор, ну, вот никак, да. Хотя здесь выбор, выбор здесь можно сделать, но только человек себя загнал в какой-то угол, загнал себя в какие-то страхи, и ему кажется, что здесь я не могу ничего сделать. Я не могу, ну, как я сказала, здесь не обязательно любовный треугольник, да. Могут быть и любые другие препятствия. Хотя, общаясь с этим человеком, я думаю, вы знаете, да, о каких препятствиях идет речь. О том, что вы не общаетесь, мужчина, конечно, сожалеет, мужчина переживает, ему сложившаяся ситуация не нравится. И тот формат общения для него, знаете, вот именно сам формат, вот какой он, да, что если дружеский и просто обмениваетесь картинками, ему очень жаль, что именно так. Ему хотелось бы более теплого общения. Но как вывести ваши отношения на новый уровень, он сейчас тоже не знает. На новый более качественный. Вы, конечно, со своей стороны готовы принимать знаки внимания от данного человека, но доверие к нему здесь я не вижу. Здесь мужчина, который в свое время подорвал веру в себя. И вы уже насторожены. То есть каждый его какой-то шаг, каждое его действие вы уже фильтруете. Но здесь еще есть такой момент, что так как вы ждете продолжения отношений, и вам интересно, к чему же он ведет. Вы каждую, не знаю, если это картинка, или каждое предложение, вы пытаетесь вчитываться в слова и искать какой-то тайный смысл. Там, допустим, он прислал вам анекдот, вы его начинаете примерять на себя. Если анекдот хороший, то, в принципе, вы посмеетесь. Если подтекст анекдота вам не нравится, вы начинаете тоже в душе бунтовать. Такие моменты, что... Ну, я думаю, вы понимаете, да, о чем речь. Я не могу сейчас сходу быстро подобрать слова. Сами знаете, болтаю быстро, потому что не хочу затягивать видео. Но подтекст в любом случае вы ищите в любом, в любом его послании, да, что он хотел сказать, какой это шаг, что это значит, будет дальше, не будет. Но каждый раз у вас загадка, что сейчас мы пообщаемся, а когда мы дальше будем общаться, что он дальше будет делать? Будет он делать какие-то шаги, либо он ждет от меня шагов? Что этот мужчина вообще хочет от вас? Давайте такой вопрос задали. Конечно, ему хочется вас подавить, да, ему хочется в этой ситуации победить, ему хочется быть на коне. Здесь по-другому я в данной карте... По-другому, да, данную карту я вам никак не прочитаю. И мужчина, мужчина хочет, опять же, спровоцировать вас на ответные шаги. Ему вот это общение хоть и неприятно, но я хочу сказать здесь, для него вот пусть так, и это какая-то, хотя бы какая-то ниточка между вами. Здесь, безусловно, дорожит тем, что вы хоть как-то откликаетесь на его связь, хоть как-то. Что чувствует? Что чувствует по отношению к вам? Очень большой спектр чувств. Несмотря на то, что вот между вами здесь дистанция. Здесь дистанция может быть эмоциональная, здесь дистанция может быть в виде того, что есть там соперники с соперницей. Здесь дистанция может быть даже физическая. Находитесь в разных регионах, да, в разных городах, страны, там, на разных концах города. Но, тем не менее, здесь мужчина оценивает вас как женщину, привлекательную для него. Ему нравится. Как вы выглядите, ему нравится ваша фигура. Здесь абсолютно нет никакой разницы, чтобы мне не писали, как там ему может нравиться моя фигура, что если я там вот только-только, например, худею. Было у меня такое. Здесь не важно, да, здесь не важно ни габариты ваши, ни параметры, ни размер одежды, там, размер обуви. Здесь мужчине все в вас нравится. И мужчину ваш вид заводит, возбуждает сексуальное желание. Так, какие он готов еще делать шаги? Здесь в каждой позиции, кто будет смотреть две позиции, вопросы могут разниться, потому что я здесь смотрю по ситуации, и то, что считаю необходимым, прояснять, я проясняю. Что мужчина готов делать? Что мужчина готов? Мужчине вот опять же, да, вот хочется вас побороть, хочется вам что-то доказать, хочется сломать вас, не знаю, побить, если уж на то пошло, там, задушить, придушить, потому что ему хочется доказать какую-то свою позицию. На коне, мы уже смотрели карту, ему хочется, чтобы он был в этой ситуации прав, либо ему хочется, чтобы вы руководствовались его требованиями, его словами. Здесь он хочет реально с вами здесь побороться, и побороть вас, побороться и побороть вас. Не знаю, мне нравится выражение, что если мужчина борется с женщиной, то и победа, и поражение для него будет унизительным. Здесь, похоже, мужчина не понимает, что не надо женщиной бороться. Ты либо даешь женщине то, что она хочет, либо не даешь и уходишь, не загораживая проход. А здесь мужчина еще за что-то цепляется, здесь он хочет, хочет доказать, здесь еще десятка. Пентакли, Пентакли. Ну, смотрите, если мужчина не свободный, мужчина пока не готов вступать в семейного рода отношения. Потому что есть какая-то опасность, может быть, был уже негативный опыт. А может быть, в целом здесь мужчина такой, который, вот я одинокий волк, никто не имеет права покушаться на мою свободу. Здесь, может, так. Если здесь речь идет о мужчине несвободном, то здесь, опять же, да, что мужчина здесь не позволит вам нарушать его семейный очаг, разрушать его семью. И здесь всячески будет оберегать. Ну, оберегать здесь, видите, в каком контексте, что он будет стараться, не будет стараться, здесь ему хочется, хотелось бы затащить вас в любовный треугольник. А если вы здесь брыкаетесь, сопротивляетесь, то вам еще что-то доказать. Ну-ка, что он вам хочет доказать? Что он вам хочет доказать? Ну, так интересно, что быть любовницей тоже неплохо. Это тоже отношение. Это тоже может нравиться и одной стороне, и другой. Здесь, видите, как доказать вам, что нету ничего плохого в том, что у меня есть одна часть моей жизни, а ты моя другая часть жизни. Ты мне тоже важна, ты мне тоже дорога. Но здесь, девочки, здесь речь, я сейчас говорю о тех, кто находится в любовном треугольнике. Если вы не находитесь в любовном треугольнике, сейчас построим отдельно, что хочет доказать вам. И побороть, что я мужик, девочки, я мужик. И не надо со мной спорить, не надо со мной воевать, потому что я мужик. Я хочу, чтобы было так, как я сказала. Я сказал, ты сделала. Я сказал, ты сделала. Я сказала, сиди, да, ты сидишь. Я сказала, лежать, ты лежишь, я мужик. Здесь мужчина, может быть, комплекс, да, девочки, может быть, из детства, но здесь нереализованная мужская составляющая. И в вашем обществе, или благодаря взаимодействию с вашей личностью, здесь мужчина хочет самоутвердиться. Поэтому здесь он с вами и воюет. Давайте смотреть теперь, что будет дальше в ваших отношениях. В тот срок, в который вы загадали, но я в начале, кто не слушал начало, послушайте, говорила, что не более полугода. Не более полугода здесь сроки я беру. Короче, пожалуйста, срок. Длиннее лучше не надо. Вряд ли отыграется. Ну и давайте смотреть, что будет дальше в ваших отношениях. Продолжение отношений здесь, да. Продолжение возобновления. Для тех, кто в паузе, да, вы поссорились и такое вот шаткое-валкое общение, вы отношения наладите, вы как-то договоритесь, но ваши качели пока никуда не денутся. Потому что договориться у вас не получается. Здесь мужчина хочет одного, вы хотите другого. И вот эта причина конфликта, она пока будет на месте. Здесь снова могут быть вот такие вот какие-то расставания. Но, девочки, имейте в виду, что каждое ваше расставание, оно может вот иметь более долгий срок, да, дольше, дольше, дольше. Первый раз поссорились, смогли помолчать только неделю. Второй раз поссорились, уже молчите там две недели. Там десятый раз поссорились, да, и по полгода можете молчать. Здесь в отношениях нестабильность. Но то, что вы их отношения наладите, значит наладите. Для тех, кто находится в стабильных отношениях, здесь, конечно, не вижу стабильности, но мало ли, мало ли, да, говорю для всех. Отношения ваши, расставания здесь не вижу, но могут быть конфликты, могут быть конфликты. И причем зачинщик-то тут мужчина. Ну, вот видите, о чем я и говорила, да, что мужчина здесь как-то не хочет подрывать свой собственный авторитет в ваших глазах, если ему вдруг что-то не нравится, здесь вот может быть просто бучу поднять там и скандал организовать на ровном месте. Ну, такой вот у вас мужчина. Дно карты, смотрю, дно колоды туз-жезлов. То есть здесь страсть будут, отношения будут. Наладите, помиритесь, либо будьте начеку для тех, кто в отношениях, и пока угроза отношениям, да, ссора не грозит. Здесь с мужчиной нужно крайне аккуратно подбирать слова, потому что если идет сомнение с вашей стороны, которое озвучивается вслух в его каких-то мужских качествах, достоинствах, то ему это очень не нравится, может поиграть в обиженку с разной степенью молчания по срокам. Ну, такой вот у вас был первый вариант. Давайте смотреть второй вариант. Второй вариант. Итак, что в отношениях сегодня? Какое-то здесь затишье. Здесь пауза, девочки, в отношениях, что если первый вариант, здесь общение, хоть какое-никакое, но есть, хоть редко, иногда, и там было, что вы можете в любой момент написать, и это будет выглядеть более-менее нормально, то здесь тишина, и каждый переживает эту ситуацию по-своему. Да, девочки, если вы сейчас смотрите и загадываете вариант, когда вы общаетесь, здесь не ваш вариант. Смотрите вариант номер один, но тоже просмотрите хотя бы до половины, чтобы вы понимали, ваше это отношение или нет. Здесь пауза, здесь затишье, здесь тишина, но пауза в таком формате, что продолжать отношения в нынешней точке невозможно, но и друг без друга тяжело. И что делать в этой ситуации? Здесь ни один, ни второй не знает. Возможно, здесь надеяться на то, что именно время все расставит по своим местам, что успокоится, утрясется, но видения дальнейших ваших отношений нет ни у вас и ни у вашего партнера. Давайте смотреть дальше. Ну, вы тут переживаете прям. Вы переживаете. Напряженная здесь ситуация в паре. И здесь мужчина обидел вас. Я не вижу, чтобы вы здесь обидели жестко мужчину. Конечно, может быть, вы его и задели, но здесь мужчина постарался сделать так, чтобы вам было больнее, нежели ему. дрался, воевал, оборонялся здесь максимально. Он вас разозлил. Здесь мужчина вас разозлил. Здесь сказать, что вы на какой злости сейчас будете пытаться с ним мириться? Нет, конечно. А мужчина здесь в таком, знаете, в состоянии какой-то сейчас боевой готовности. Снова для чего? Но ему нужно подставить здесь свою позицию. Ему не хочется терять авторитет. Ему не хочется терять свое лицо здесь. Ну, почему? Ну, ему не хочется, ему не хочется, понимаете, находиться в униженном положении. Потому что в чем ваша злость, в чем ваши переживания, в чем ваши слезы? Здесь мужчина, который поймался, поймался на каком-то вранье. Здесь мужчина, который мог, например, наобещать, подошел срок, подошло время, а мужчина ничего не сделал, да? И получается, ты не мужик, ты балабол. Первая ситуация. Вторая ситуация. Вы узнали, что у него кто-то есть. Это вторая ситуация. Естественно, вы переживаете, вы разозлились, вы могли высказать на эмоции, а все равно переживание, боль, обида есть. Третья ситуация здесь, что мужчина, буквально, да, вы договорились встретиться, а мужчина не пришел. Оправдания там какие-то нелепые. Опять же, да, вам это не понравилось. И, собственно, все. Могли наговорить друг другу гадости, но мужчина здесь не хочет находиться в униженном положении. Мужчине здесь вот тот портрет, который вы нарисовали себе в голове, либо позвучили ему, если не постеснялись, ему очень не нравится, потому что ему-то хочется выглядеть в ваших глазах императором, а тут, получается, петрушка какой-то. Даже обиделся, девочки. Он обиделся. Он обиделся. Я боюсь, что если вы сейчас будете пытаться вот прямо сейчас с ним как-то помириться, здесь он вам выскажет еще и вещи нехорошие. Потому что здесь, да, лучшая тактика, точнее, лучшая защита это нападение. Здесь вот эта ситуация. Рыцарь жезлов и пятерка жезлов, да, что если, если обороняться, защищать себя, то только нападая, только нападая. Пусть, да, пусть я наврал там, пусть я где-то прокололся, пусть накосячил, но я должен сделать так, чтобы... Это ты была дурой. Извините, но не могу по-другому сказать. Так, что он думает о вас? Ну, он думает о том, что вы не пойдете сама первая на примере. Ну, естественно, конечно же. Сейчас вы находитесь в более, скажем так, выигрышной, выигрышной ситуации. Возможно, вы ему даже пытаетесь вменить чувство вины. И он понимает, что вы обиделись настолько, что... Ну, не будете делать вы первые шаги. Чувство его, давайте посмотрим. Ох, обиделся, девочки. Что вы ему такого сказали? Или что вы с ним сделали? Зачем вы его там застукали? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Здесь он прям, во-первых, обижен, задет, а во-вторых, ему сейчас очень необходимо собрать какую-то информацию. Может быть, алиби готовит себе. Не исключен такой вариант. Может быть, пытается нарыть какую-то информацию на вас, чтобы сказать, а ты тоже там, ай-яй-яй. Здесь может буквально следить за вами, да, будете вы делать шаги, не будете там. Может быть, вы в новые отношения здесь недоверие есть в том числе, что вы можете в отмеску, не в отмеску, но вы можете вот от безвыходности ситуации просто броситься во что-то новое. Флирт какой-то завести. Но он-то с этим не согласен, потому что он хочет вам доказать, что он здесь белый и пушистый. Это вы тут заблуждаетесь. чувства его. Ух, прям. Ну, закрылся, девочки, здесь он закрылся. Здесь не о чувствах. Он сейчас дома. Здесь, кстати, мужчина может быть не свободный. Здесь мужчина может... Может быть, здесь тайна как раз и вскрылась, да, что водила вас за ночь, что у него никого нет, а тут раз там, допустим, жена нарисовалась. Или вы, например, жена. Вот. А тут нарисовала, что там с кем-то он общается. Но если мужчина не свободный, точнее, если мужчина свободный, здесь в любом случае чувства он давит свои. Все равно сейчас вытащим чувства. Давит он там, не давит. Мы его сейчас не спрашиваем. Пай, чувства. Ну, девочки, чувства есть. Здесь, конечно, здесь чувства есть. И мужчина понимает, что вы в его жизнь вошли не случайно, что вы такая вот какая-то судьбоносная женщина, там, или роковая женщина, что с такой женщиной хочется попробовать что-то начать, что, не знаю, что-то построить, вот просто хотя бы вот побыть рядом. Побыть рядом. Непростая вы для него женщина. Такой женщины, как вы, у него еще в жизни не была. Ну, видимо, поэтому, да, и не хочется выглядеть каким-то балаболом, не хочется выглядеть каким-то подонком в ваших глазах, потому что ваше мнение ему действительно важно. Поэтому он будет стараться, конечно, будет стараться как-то себя обелить. Давайте посмотрим, что он намеревается делать. Что он намеревается делать. Девочки, ничего не намеревается пока делать. будет сидеть, будет сидеть, да, ему будет плохо, да, он будет страдать, да, ему вот злость вся вот эта, которая в нем кипит, она будет кипеть, кипеть, и его будет выжигать изнутри, но он будет сидеть. Хорошо. Это намеревается так. Что будет реально делать? Что будет делать реально, товарищ наш? ой, страдает, чуть ли не плачет, девочки. Он будет ждать, девочки, он будет ждать ваших шагов. Хорошо. Если вы сделаете шаг, его реакция какая? Ну, естественно. Ой. Девочки, вот смотрите, здесь такая ситуация, что мужчина хочет вывести вас или довести вас до такого состояния, когда вы сама начнете делать шаги. Он, видимо, вам что-то такое сказал, чтобы посеять в вас тоже вину. И чтобы вы впоследствии начали думать в таком контексте, а может быть, я не права, а может быть, я погорячилась, может быть, мне это показалось, приснилось. и на этой волне, чтобы вы сделали шаг, попытались с ним заговорить, попытались с ним как-то наладить отношения. А он всем своим поведением будет показывать вам, как вы его обидели, как вы не правы, что вы его потеряли, потому что вы в нем сомневались, или потому что вы ему так высказались некрасиво. но я вам ранее говорила, что здесь именно для того, чтобы обелить себя, для того, чтобы не быть виноватым в этой ситуации. Вот молодец, а? Вот мужики какие. Давайте смотреть. Так, что здесь можно тогда посмотреть? Давайте, стоит ли вам делать шаги навстречу? все равно, да? Здесь он может, не может, здесь он будет кочевряжиться, но здесь так как, так как сейчас, подождите, хочет ли он отношения вернуть сейчас, чтобы точно посмотреть. Девочки, ну вы его тут разбили. Он сейчас вообще ничего не хочет. Он сейчас хочет, чтобы его здесь оставили в покое, чтобы не трогали. Обидели вы его здесь очень сильно. Обидели. Ну давайте, если вы делаете шаги. Ну смотрите, если вы делаете шаги, вы столкнетесь с его возмущением, вы столкнетесь с тем, он может вас блокировать, потом снова разблокирует, посмотрит, что вы напишете, может прочитать и снова заблокировать, может вообще не читать. Здесь ему надо просто выпустить пар. Потому что отказаться от вас здесь мужчина пока еще не готов. Но видите как, возвращаться к вам с некрасивым лицом, с некрасивой репутацией, ему тоже не хочется. и он конечно же ждет ваших шагов, но здесь видите какие ваши шаги, чтобы вы, во-первых, не вспоминали, а в идеале даже, чтобы вы признали, что это вы были неправы, что прости меня, дорогой, что я там выставила там тебя в этой ситуации некрасиво, что я тебя обидела, что я там тебя, что я в тебе засомневалась, что я тебе не верила, да-да-да, ты мой хороший, я тебя верю, я там поняла. Здесь вот в таком контексте, я не знаю, нужно вам такое, не нужно, но здесь мужчина, видите, по-другому, по-другому сам прийти и пытаться вам что-то объяснить, доказать, он не будет, потому что, видимо, аргументы ваши, либо действительно здесь так жестко спалился, что здесь оправдаться здесь, отмыться уже не получится, но если вы будете, пойдете с ним на контакт, какое-то время он покачевряжется, повыделывается, повыпендривается, а потом на какой-то сначала о дружеской волне, там вы его попросите, о чем-то может быть, или он вас попросит, и здесь обнуление отношений, и здесь снова вы приходите к стабильности, к какой стабильности здесь вы приходите, ну, формат, видите, отношений, которые не совсем афишируемые, и причем долго не афишируемые, если мужчина здесь свободный, то мужчина, опять же, не будет вам говорить о каких-то конкретных сроках, когда у вас может быть что-то серьезное, когда получится, там, если мужчина далеко, здесь мужчина не будет говорить, когда он приедет, там, или когда вы встретитесь, здесь, пока-то в этих отношениях будут тайны, и информация будет друг от друга какая-то скрываемая, либо от мужчины информация скрываемая, сказать, что здесь будет ясность какая-то после того, как вы помиритесь, но если, девочки, если вы здесь делаете шаг, ясности здесь не будет, ясности здесь не будет, ух, раскладик, давайте смотреть, что будет дальше в ваших отношениях в тот срок, в который вы загадали, я в начале видео говорила, что не более полугода загадывайте, потому что в противном случае он вряд ли отыграется, можете загадать меньший срок, я смотрю на ближайшие полгода, если вы загадываете меньший срок, значит срок будет отыгрываться тот, который загадан, ну все, видите, зависит от тяжести ситуации, здесь ситуация вообще, странная, непонятная, обидел вас и прикинулся обиженным, жертвой, растоптанным, униженным, с разбитым сердцем, вот такая вот прям вот жертва, что ты, что ты, ухожу и пусть ты пожалеешь, что ты меня потеряла, потому что ты ко мне несправедлива, девочки, здесь, здесь у мужчины столько эмоций такого вот характера намешано, чувства, я же не посмотрела, да, чувства, не, девочки, я вам не посмотрю чувства, потому что, потому что здесь, здесь иного рода обиды, но тройка мечей, она никогда не выпадает на людей безразличных, что если уже с обратной стороны расклада заходить, да, или с обратной стороны карты смотреть, эмоции в любом случае есть, чувства, минимальное такое, знаете, очень сильной заинтересованности здесь есть, максимальное, что здесь, конечно, любовь, да, что сердце не было бы разбито, если бы вы были бы абсолютно посторонним человеком, абсолютно такой женщиной, которая не входит в его зону интереса, есть чувства, но вот какие они, здесь, простите, я не посмотрю, хотела вывернуть здесь данного персонажа наизнанку, ну не получается, может быть, в силу того, что расклад общий, у каждого там сфера чувства разные, гамма чувств разная, ну а теперь перспективы смотрим, а теперь смотрим перспективы ваших отношений на тот срок, который вы загадали, но не более полугода, что будет дальше? Ну, конечно, вы помиритесь, конечно, вы помиритесь, потому что или он соскучится, или вы соскучитесь и найдете к нему все-таки подход, ну девочки, здесь продолжение отношений, даже не буду дополнительной карты докладывать, при каких условиях, что, я думаю, вы сами почувствуете, что в этой ситуации надо сделать, подождать, помолчать, либо как-то действовать, может быть, может быть, посмотрите другие мои расклады, которые помогут вам принять какое-то решение, да, или сделать какой-то шаг, либо не делать его, но примирение здесь будет, и пусть будет так, не буду, не буду, вот, дно колоды здесь, колесо фортуны, провернется, оно, хотя отношения, вот качельки будут, кстати, в том, в первом раскладе тоже колесо фортуны было, такие у нас были два расклада, я надеюсь, вам понравилось, я надеюсь, информацию вы подчеркнули, выводы какие-то сделали, ну, а на сегодня все, до встречи в новых видео, пока-пока!